Сто новеньких комплектов школьной формы получили сегодня юные жители центрального района Новосибирска. Такой подарок ребятам из семи нуждающихся в поддержке сделала одно из предприятий столицы Сибири. Почему бизнесмены считают благотворительность важной частью своей работы, узнала Алина Штоколова. Сарафаны, юбки и блузки девчонкам, жилеты, брюки и сорочки мальчишкам. И конечно специальные мешочки для сменки. Все это дети получили совершенно бесплатно. Сотню комплектов школьной одежды подарили ребятам из многодетных и нуждающихся в поддержке семей. Вы знаете, для бюджета нашей семьи это весомый вклад. У меня шесть ребятишек и трое школьники. Допустим, первоклассник, то в общей сумме это выходит больше 30 тысяч. То есть, ну если школьники постарше, то тысяч 15 выходит, может и больше. Только в этом зале собрались 33 семи, в которых воспитывают от 5 до 8 детей. Для каждой из них сборы в школу это огромные расходы. Помимо одежды нужны и ранцы, и канцелярия. Помочь собрать ребят к новому учебному году решила компания Синар. К делу подошли обстоятельно. Комплекты подбирали под потребности каждого ребенка. Выявляли ребятишек в возрасте от 7 до 17 лет. Они на самом деле прошли все примерку. То есть, занимался комплексом центра социально обслуживания населения у нас. Ребятишки ездили, примерялись. То есть, вся школьная форма, она подогнана по росту. Делать добро и делиться тем, что имеешь, очень важно, считают в Синаре. И помощь конкретным людям – совершенно особенное направление благотворительности. Счастливые глаза детей и их родителей – лучшая награда. Есть такое хорошее понятие – социальная ответственность в бизнесе. Мы, например, понимаем прекрасно, что сегодня обстановка 5 лет кризиса. И падает реальная заработная плата. И, к большому сожалению, таких семей у нас очень много. И вот мы решили, уже это не первый год, а не второй, разумеется, год. Мы решили и стараемся помогать Адресу. Синаре надеется, что их примеру последуют и другие предприниматели. Ведь 1 сентября уже совсем скоро. А в городе еще много детей, которым очень нужна помощь. Алина Штоколова, Евгений Агеев, Новости ОТС.